17 по 23 июля в Тверской области проходила летняя школа журналистики, которая собрала лучших студентов в области медиа с 81 вуза России. Активисты Русского культурно-образовательного центра Луганского государственного университета имени Владимира Даля еще на медиафоруме «Южный рубеж» одержали победу и выиграли поездку на данную школу, в которой успешно приняли участие. Главной целью школы стало обучение студентов и улучшение их навыков в сфере медиа. Так, каждый день перед участниками выступали ведущие медиа-эксперты федеральных телеканалов, эксперты в сфере мультимедийного контента, авторского права и видеомонтажа. Директор Департамента информационной политики и комплексной безопасности Толмачев Андрей Анатольевич обратился к участникам летней школы. «Еще даже не пообщался, не сказал ничего, вы даже не спросили еще ничего. Энергетика вот такая позитивная, прямо бьет ключом. Ходят такие воодушевленные, вы чего? Ну вот так приятно с молодежью общаться». Организаторами мероприятия являются Министерство образования и науки Российской Федерации и Московский государственный юридический университет имени Олега Емельяновича Кутафина. Участниками школы стали не только студенты, которые обучаются в сфере журналистики, но и других специальностей. Так, декан факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова Вартанова Елена Леонидовна отметила, что данный факт для студентов разных направлений является вызовом для современной журналистики. «Эти новые профессионалы, блогеры, они ставят главный профессиональный вызов. Они формируют главный профессиональный вызов, потому что они отвлекают на себя и аудиторию, и рекламодательство». На протяжении всей школы в составе 10 команд участники работали над мультимедийными проектами на научно-популярные тематики. Также команды соревновались между собой в общих командных зачетах. По итогу активисты Русского культурно-образовательного центра в рамках летней школы журналистики в составе шестой команды получили звание «Лучший». На этапе защиты своих работ каждая команда представила свои уникальные проекты. Победителем стала команда с проектом под названием «Прикоснись о протезировании и разработках российских ученых в этой сфере». По итогу всех достижений на школе звание «Лучший в команде» получил активист Русского культурно-образовательного центра капитан команды Головин Димофей. Благодаря руководству Далевского университета и Министерству образования и науки Российской Федерации наши студенты имеют возможность представлять университет на таких масштабных мероприятиях. Благодаря активному участию они получают бесценный опыт и оттачивают свои навыки. Субтитры создавал DimaTorzok